Здравствуй, друг! Еще раз прочитай, пожалуйста, название данного ролика. И осознай, что это не рулетка. Это реакция на чат-рулетку. И это не Евгения канал, не Руслана, не Михаила и не другого какого-то блогера. Это, блин, мой ролик. Пойми уже, наконец. И комментатор — это отдельная профессия, которая подразумевает под собой отдельный вид искусства. Есть комментаторы футбольные, боксерских поединков, там еще чего-нибудь люди комментируют. А я комментирую чат-рулетку. А теперь иди и напиши в комментариях, а что это за хрен в углу всех перебивает? Напиши. Друг, напиши, а потом обратись к психиатру, потому что это запускать нельзя. Это беда. Ну, а остальным приятного просмотра. Чувствую, хороший звук будет. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы россиянин? Блин, этот чел где-то уже светился. Или у кого-то, но я его увидел. Гражданин Российской Федерации. Я понял. Скажите, пожалуйста, в России есть такой институт Склифосовского, известный, как говорил там... Ну, я смотрел видео, там... На лечении в институте Склифосовского. Это Россия? Есть такой институт? Вы знаете, есть много лечебных заведений. Вы знаете, есть много лечебных заведений. Именно из Склифосовского, да. Именно из Склифосовского, да. Есть, есть такое, да. В Москве, по-моему, есть такой? Не только в Москве, мне кажется, во многих городах есть. Я понял. Ну, значит, скорее всего, что это не фейковое видео, это правда. Не видели? Видели на видео институт Склифосовского? То есть это не фейк, значит? У вас есть действительно такое заведение? Значит, не фейк. Прикидываешь, у нас есть институт, больница и там еще что-то Склифосовского. Представляешь? Расскажите, что за видео. Российский военнослужащий выступал Вагнером, из ЧВК Вагнер, который воевал на Украине. Он там, ну, находится на лечении, там осколок большой в руку попал, ну, уже выдернули ему там. И он рассказывал, что потери Российской Федерации уже со второй, с волны мобилизации. Уже со второй волны мобилизации. Со второй. С первой еще не доехали туда, а со второй уже потери волны. Ну, он уже из будущего просто, этот Вагнеровец, он из 2024 года попал в операционную и уже рассказывает, что да, это не фейк, потому что да. Вот, которая произошла вот у вас там месяц назад или полтора, уже составляют больше 100 тысяч. А, 100 тысяч. До этого 150 тысяч и еще 100 тысяч. Ну, не, это не фейк, правда. Действительно, такое было. Такое было, только ты в этот момент спал. Кстати, ты обосрался. То есть, это помимо тех первых потерь за первые полгода, да? Да, 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 да. Помимо тех, которые первые зашли, кадровые ваши, уже с, ну, так называемых... На каких направлениях эти потери? Ну, я говорю, это человек в Донецкой Луганской направлении, ЧВК Вагнера вообще воюет в основном Донецкой Луганской. А, потери ЧВК Вагнера, наверное, 100 тысяч. Наверное, у Вагнеров потери 100 тысяч. Направление, я встречался с ними, скажем так, я знаю, где они воюют. То есть, вы сами встречались с ними? Да, вы сами встречались с ними. Конечно, да, да, да. Я военнослужащий украинской армии. Я понял вас. Я понял вас. А он говорил об общих потерях. А он говорил об общих потерях. Не, 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 о потере именно вот этих. Можно я вопрос задать? Можно я вопрос задать? Можно я вопрос задать? Можно, можно. То есть, он говорил о потерях, вот с той волны мобилизации, не только своего подразделения вагнеровцев. Нет, он говорил о потерях среди мобилизованных, которые были мобилизованы, вот это вот, ну, У вас же первая волна, которые зашли, они же не мобилизованные были, это кадровые заходили. А вот вторая волна, которая зашла, это мобилизованные. И уже 100 тысяч. То есть из 300 тысяч 80 дошли до фронта, а из них 100 тысяч уже все, убили. Убили, не ранили. 100 тысяч все. То есть из 380 пришли, 100 уже минуснули. То есть 20 тысяч уже там в тылу уже минуснули. Я понял. Но математика хорошая. Так, так, так. Раненых еще полмиллиона. Получается, опять на фронте никого. Пустота. Невидимки опять там воюют. И вот он говорит за мобилизованных уже, которых месяц назад набирали. Ну тут два момента есть. Два момента есть, которые возникают вопросы. Первое, это откуда Вагнеровец. Это участник частной военной компании. Знает о потерях мобилизованных. Знает о потерях мобилизованных. Это раз. Да, он с ними вряд ли не сталкивался. Да, он с ними вряд ли сталкивался. То есть он служит в подразделении, где мобилизованных нет. Где мобилизованных нет. Почему нету? А второй вопрос. Но там же набирают, даже с тюрем набирают, Вагнер. Ну это же не мобилизованные. Ну а почему здесь мобилизованные и с тюрем? Дядь, соберись. Сейчас надо пиздить очень аккуратно. Прям вот за каждое слово цепляйся, дружок. Давай, соберись. Ну это же не мобилизованные. Ну а это какие с тюрем берут? Ну это вагнеровцы. Это добровольцы. Не, ну с каких с тюрем берут? Срочников берут что ли? Солдат срочной армии из тюрьмы берут? Или какие? Вы понимаете, что такое мобилизация? Вы понимаете, что такое? Я военный, говорит. Я военный в пятом поколении. У меня дед воевал, отец воевал, мать воевал, бабка воевал, сын воевал, собака воевал. У меня вся семья воевал. Один я, долбоеб. Вот. И они все мне рассказали, что из тюрем по мобилизации. Тогда прям в тюрьму повестки привозят. Такие раз в тюрьму повестку. Вам повестка. О чем, мне еще пятнах усидеть? Не-не-не, вам повестка. Вы освобождаетесь на фронт. А, да? Ну хорошо, ладно, пойду. Че? Я вас спрашиваю. С тюрем набирают Вагнер то же самое. Это срочники или это мобилизированные? Вы только что говорили про мобилизованные. Вы только что говорили про мобилизованные. Ну, я вас спрашиваю, я вам всрешний вопрос задал, с тюрем набирают срочников или мобилизованных? С тюрем набирают мобилизованных. Все правильно, он говорит, все правильно. Ну, Евгений, все же понятно. Мобилизованных мобилизируют, сажают в тюрьму сразу, сразу. И приходит Вагнер, и мобилизованных из тюрьмы забирает уже на фронт. Потому что тогда уже как? Потому что отсюда нельзя взять, им же надо обязательно из тюрьмы взять. Поэтому мобилизованных так не берут, отсюда нельзя. Поэтому мобилизованных призывают, в тюрьму перевозят. За что? За то, что, допустим, он мобилизовался на 15 минут позже. Вот, туда его в тюрьму сажают, а уже Вагнера оттуда забирают. Поэтому они мобилизованные в тюрьме сидят. Ну, это же схема. Или набирают... Я с удовольствием вам отвечу. Я с удовольствием вам отвечу. Но вы действительно имеете отношение к вооруженным силам Украины? К вооруженным силам Украины имею. К вооруженным силам Украины. Я это, как его, это... Я рыбак. Видал? Рыбак вооруженных сил Украины. Только что на рыбалке был. Смотрите. Давайте я спрошу вас, спрошу. Я спрошу. То есть вы не понимаете разницу между срочниками, мобилизованными и еще и вагнеровцами? И еще и вагнеровцами. Но не понимаете, кто добровольцы. Это только россиянин может задать такой глупый вопрос. Вот и все. Извините. Ну, вы же сами спросили. Вы же сами спросили. Я же вас спрашиваю. Я вам отвечаю. Это только россиянин может задать такой дурацкий вопрос. Вот я вам дал ответ. Ну, а для вас мобилизованный. Для вас мобилизованный. И вагнеровец это одно и то же? И вагнеровец это одно и то же? Ну, конечно. Ну, все одно и то же. Конечно. Вы эти мобилизованные, те мобилизованные. У меня дед мобилизованный, сосед мобилизованный, отец мобилизованный, сын мобилизованный, собака мобилизованный. И жена мобилизованный, и бабка мобилизованный. Мы все мобилизованные. Мы все из Вагнера. А, в смысле, нет, в смысле, они все мобилизованы, все из Вагнера в тюрьме сидят, мобилизованы, и потом Вагнер. Не знаю, все понятно по мне. Тоже мобилизация, их набирают только по контракту ЧВК, так называют, тоже мобилизированных. А, подождите, мобилизацию кто проводит? Мобилизацию кто проводит? Если вам это не говорят, елки, мобилизацию проводят, ну, по-вашему, так, военкоматы. Так, а, военкоматы. Так, а Вагнер это большой военкомат. Вагнер это большой военкомат, просто выездной. Просто есть военкоматы, вот, там вот в каждом этом районе. А есть выездной военкомат. Да, пригожен, он этот, в инком, ну, набирает, привозит повестки у турму мобилизованным. Приходит в турму, говорит, кто тут это мобилизованный? А они такие, я, 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 говорят, ну, вот, пацаны, пойдем с нами. вы же мобилизованные сидите тут ну да все пошли к военкоматы набирают для всех набирают абсолютно нет это происходит у вас так вагнер воюет за вас разница в штанах дело в том что да у кого-то желтый у кого-то малиновые где-то два раза ку а где-то один раз ку-ку у тебя видимо 4 раза ку-ку налево стоят все граждане российской федерации и те кто подлежит я это понимаю прекрасно мне не надо ваше разлагольствование я попросил прокомментировать что человек сказал о потерях уже с мобилизации 100 тысяч наврал наверное хочу спросить я спрашиваю вас наврал он или нет ну как вы сами думаете я думаю нет думаю нет не думаю а мечтаю дядь у тебя слове мечтаю ошибок полно слово мечтаю оно произносится вот я мечтаю что да а не думаю ошибки делаешь слова о потерях мобилизованных конечно может знать потому что вагнер вагнеров на многих направлениях да и участвует непосредственно в боевых столкновениях да и они скажем так они они очень хорошо математикой владеют у нас все математикой владеют но вот увидеть 100 тысяч потерь вагнеровец ну думаю вряд ли бы увидел это если бы и были данные то это пипец данные хер знает до каких генералов только дойдут так что дядь ну еще раз попробуй попробуй еще раз вот дают со многими подразделениями они видят это все своими глазами потому что это в отличие от кадыровцев это непосредственно те войска которые ну с которой воюют на на нуле так называемого а кадыровцы это кто за город отряд ваши подождите не 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 они зарод отрядах как бы ну то были нквд что я за город отряды да вот так самый кадыровцы 3 линии обороны спасибо что объяснили спасибо что они третья линия обороны или они заград отряды они в заград отрядах стоят или в третьей обороне как они от 3 достреливают до первой будучи в заград отрядах они чё через вторую линию стреляют дядь опять далеко ушел соберись как попасть вот вы знаете как попасть берут блять всех подряд всех подряд по улице прям едут такие на тачке туда туда сюда сюда блять а собаку-то нахуя собаку выкинь бля и кошка здесь ёпта все все остальные сюда вот так вот прям едут по улице всех берут ну то есть надо добровольно туда записаться и даже конечно спокойно можете военкомат туда направить может точно так же среди человек военкомат тоже может все могут туда там проходной двор вага там вообще как кошки собаки гуляют рыбки ебать все кому не лень там даже зеленский то хотел туда пойти да ты шо туда все идут конечно ты чё всех все кому не лень макаревич туда с гитарой приходил но его правда не взяли песни херовый играл ты чё все кому не лень каком военкомат елки да и все ну то есть по мобилизации можно можно попасть по мобилизации можно можно структуру вооруженных сил россии в плен берем очень многих а сколько в плен взяли кстати да много уже уже некуда девать уже забиты тюрьме вашими плен некуда девать некуда девать вообще вот 600 человек со всего фронта куда девать вообще непонятно а вот у нас ваших пять с половиной тысячи вообще можно рассылать где хочешь давайте еще нам и нами уже но это хорошо потому что сегодняшний день уже просто россия ведет большущий обмен практически там каждую неделю происходит обмен между военнопленными между ваших ваших отдаем там примерно 50 наших забираем 3 и вот так вот ваших отдаем 50 наших берем 3 на потому что наши нахуй не нужны нам вот эти вот пусть там сидят они на мне нам 33 давайте мы вам 50000 вы нам двоих двоих нам отдавайте у нас ваших не бать ты чё там народу вообще полный киев мы вам короче миллион миллион вы нам 22 наших два наших последних у нас то потому что там вообще почти нету никого вот мы два взяли вам миллион отдали мир у нас ваших вообще там не счет она мы вот если надо 100 тысяч миллионов вам отдадим нам больше трех не надо 3 дайте нам и все и это последний а мы вам 100 тысяч миллионов ваших отдадим так что на вообще отмены каждый день каждый день 100 тысяч туда нам два ваших отдаем там 100 наших забираем 25 вот так то есть мы уже не считаем мы не считаем уже мы считать не умеем мы уже вообще не считаем мы дальше 37 вообще не считали 37 чё там дальше там пизду у всех отдавая нам три главное дай дай нам три вам вот вот всех вот этих кучку забирайте кучку ну вы понимаете я в обменах не участвую нам показывают просто что происходит а мне все мне с вами не интересно все я пошел дальше вы туповаты вы туповаты какой-то вы вопросы задаете чем вы со мной не соглашаетесь и вы какой-то туповатый вот обычно нормально с миколой мы соседом своим присядем попиздеть я ему лью в уши а он такой да 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 он нормальный умный чувак нормальную у него три высших образования ёпта я ему говорю у них 500 тысяч потерь он говорит да 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 конечно да молодцы ну вот нормальный умный человек а вы своими вопросами вы тупой и немного вы туповаты немного я пойду ну туповаты конечно зачем вопросы вот эти вот непонятно вот это вот уточняющие только тупой человек задает вопросы умный все знает сам вот микола у меня сосед все сам знает я ему кое-что подсказываю конечно иногда хули военный часть семья военных все знаю